Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Сукашоков, и это экстренное включение, потому что в CSGO вышло обновление, и оно крупное, потому что пунктов обновлений как минимум 12, и самое ужасное, что это нехорошо. Обновление это большое, но оно ужасное. Понятное дело, курицы не трогай, курицы прекрасное создание, но есть, что меня просто взбесило. Как минимум ушел трейн, это нормально, на самом деле. Я вам покажу, на что она заменилась, и покажу вам мнение гамбит игроков на этот счет, потому что только что мы записывали с ним интервью. Закончилась полностью операция, и теперь ее нельзя проходить. Вышел новый кейс, мы сегодня его откроем, покажем, ну а также вышли новые карты, 4 штуки, и 4 карты пропали из-за нашего мапула. Ну а также сейчас премьер матчмэкинг доступен всем, ну а также ретеки пришли в Wargames. Очень много чего, сейчас я вам все покажу и расскажу, поэтому приятного просмотра, смотрим, что сделали гениальные Valve сегодня. Мы в CSGO, и как вы можете заметить, загорелась кнопочка новая. Что же это может быть? Да, это CSGO предлагает купить подписку на статистику. Я вам хочу так сказать, я это куплю, понятное дело, потому что, ну, мне нужно это купить, посмотреть, что это за дерьмо, но я знаю, что это за дерьмо. А-а-а, они это сделали уже на рекуррентных платежах, представляете? Они сделали так, что с вашей карты будет списывать. Очень правильные слова сказал Anomaly, это скам, потому что это не должно столько стоить. Вы понимаете, что эта статистика ничего из себя не представляет по сравнению с теми проектами, сайтами, которые это дают бесплатно. Они даже не попытались сделать что-то интересное, они будто забирают реально хлеб у других проектов. Они забрали ретейк. Окей. Они забрали сейчас статистику. Некоторые сайты живут только на этой статистике. И они делают ее за доллар. Могти же бесплатно хоть сделать. Но они решили заработать с такими доходами, зарабатывать с каждого игрока один доллар. Я не верю, что больше миллиона людей из 26 миллионов уникальных пользователей подпишутся на эту статистику, потому что она не нужна. Люди, которые с деньгами, они посмотрят на это и через месяц пропадут с этой подписки. А люди, которые умеют играть, они не играют в матчмейкинг. А здесь только матчмейкинг. Только матчмейкинг. Это самое позорное решение, которое можно было сделать. Меня это очень раздражает. Пример матчмейкинг. Опять же, полное дерьмо, которое они опубликовали. Теперь оно бесплатно. Теперь, если у вас даже нет операции, вы можете сидеть и играть с друзьями. Это бесполезное дерьмо, которое люди играют, наверное, потому что просто пока не знают про существование других проектов. Трейн убрали. Теперь Na'Vi будут играть против Gambit не на трейне. Ну а сейчас я вам покажу реакцию чемпионов мира на данный момент по поводу изменения Mapula и слива трейна. Я вчера говорил пацанам, меня в твиттере отметили, какой-то чувак видео про меня взял. Показывается, в мире самый большой рейтинг по статистике у меня на трейне. То есть я лучший игрок по статистике на трейне. Да, я такой думаю, блин, вот это потеря, конечно. Все, минус ходит. Не, на самом деле, я так подумал, ну скучно. Ну смотри, Nuke мне бесит карта реально. Ее надо убирать и Train. И Inferno. Реально, три карты, которые терпеть сейчас не могут. Я так подумал, ну это рандом. И мне не нравится эта карта, в принципе, она не подкована тактически. Вот. Три карты, которые я бы убрал. Train, минус, ушел. Nuke, говорят, ну будет изменение, правильно? Ну и Inferno, битва за банан. Я просто сам на банане играю, мне не нравится это все. Ну, карта не особо лично мне нравилась. Но Ancient я играл только, когда миссии в операции делаю. И мне показалось, карта какая-то не особо компетитив. Мне кажется, ее будут обновлять, и тогда будет все прикольно там. Ну, для меня лично, я думаю, что это не очень. Потому что карта не та, которую нужно было убирать. Я думаю, Mirage, вот если бы убрали, было бы неплохо. Но я думаю, мы будем играть новую карту и будем тренировать ее. Ну, это, конечно, очень интересное решение от Valve, я считаю. Вот. Ну, я Ancient вообще раза там три играл, когда миссию проходил. Вот. Ну, Train мне не особо на самом деле нравился. Вот. Ну, посмотрим, что будет интересно на самом деле. Когда что-то новое, то всегда это, так сказать, челлендж для всех. И посмотрим. Я не буду говорить, что это плохо. Изменения Mapu'ла это всегда интересно. С 2019 года никаких изменений в Mapu'ле не было, поэтому это хорошая идея. Сейчас очень будет интересный тест. Я сижу в самом дорогом клубе России. Вообще, в СНГ. Тут час стоит 3500 вроде. Графика на максимум. NetGraph 1. FPS на карте 400. Если что, на Mirage должно быть около 800. В два раза почти меньше. Elites уже написал про то, что оптимизации на этой карте отсутствует. А Simple решил сравнить эту карту с Valorant. И там реально есть свойство. Для того, чтобы вы поняли настоящую катастрофу этой ситуации, в комментариях вы можете написать свой FPS на этой карте. Я уверен, что как минимум в полтора раза у всех будет хуже. Давайте сразу по карте. Я уверен, что вы проходили эту карту. Либо когда-то просто поиграйте, либо в миссии. Она неплохая. И если честно, у них было мало вариантов. Они, скорее всего, не хотели добавлять что-то старое. То, что уже было. Это кэш или куполстоун. И решили добавить что-то из новой коллекции. Она выглядит неплохо. Просто представьте, если Na'Vi будут играть против Gambit. Новые цвета полностью. Новая раскидка, новая стрельба. Тут все будет по-другому. Поэтому это будет не только разнообразие для зрителей, но еще и для проигроков. Это очень хорошо. Полгода-год исправления этой карты. И можно будет спокойно играть. Я даю добро. На сапешок мы ее добавим. Понятное дело, в нее никто не будет играть. Но мы добавим. Идем дальше. О! А вот и кейс, кстати, приехал к нам. Давайте посмотрим, что у нас тут. Это SG. Выглядит, скажу вам так, невпечатляющим. Глок. Он будто в заморозке. Мне нравится он. Но он выглядит как раз на синий. Ничего особенного. Но это вообще они... И вообще все равно этот скин. Здесь более-менее, но все равно скучно. Это очень скучно. Легенд. Кинг. Ну, это оружие. Вообще непонятно зачем он существует. Ну, вот этот стикер, на самом деле, он мне как-то... Как-то меня смущает. Боже, это что? Что за микробы? Одуванчики? Такое себе. Не, хотя на самом деле не такое уж говно. Очень милое. Сайбершелл. Блин, вот Сайбершок могли бы... Три буквы. Ну, как вы еще издеваетесь. Это какой-то... Ну, кстати, самый яркий неги, в который я помню. Вообще, один из самых ярких скинов. Такое. О, кстати, нет, не такое. Смотри, это джойстик. Угу, геймпад. Геймпад, да. Старый дэнди такой. Да, да. Не, вот это неплохо, оригинально. Молодцы. И смотри, он 3D-шный. Ты же понимаешь, что это 2D-картинки все? О, смотри, это 2D. Идем дальше, и у нас тут дигл, и он неплох. Розовый такой. Добавляет больше женских скинов. Они хотят женскую аудиторию. Вот, это мой самый... Это фаворит мой. Ну, это же шикарно выглядит. Представь наклейки Сабершока, когда команда Путин. Вот, честно, почему-то я... Когда я его вижу, я представляю 4 наклейки Сабершока. Синий-белый. Ой, это очень хорошо. Все, я уверен, вот этот скин будет точно не только на этом оружии. Он будет и на Калаше, и на М-ке скоро, и на Авике. Хо-хо. Ну, нормально. Тоже неплохо. USP хорошее. Очень похож на императрицу. Да. В целом, выглядит классно. А Трейтор это что такое? Предатель. Спасибо. У меня есть перевод, переводчик. Галиль. Хроматический аберрац. Это термин фотограф. Да. И всех, да, монтажеров. Вон, видишь, синие, типа голубые и розовые звезды. Да. То есть это вот как раз как раз сходится. М-ка, она... Слушай, тут очень много женских скинов. Раз, два, три, четыре, пять. Тут вообще все такое ми-ми-ми. Ну и перчатки здесь. Я вам покажу сейчас скриншот тех перчаток, которые тут присутствуют. Ладно, давайте один откроем. И в конце выпуска откроем еще четыре. О, падает СЗ-шка. Если этот ролик набирает 12 тысяч лайков за 12 часов, то я открою 50 кейсов. В одном выпуске будет 50 кейсов. Если мы соберем это количество быстро, то опубликую ролик уже завтра, либо послезавтра. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте KS Fail. И я сейчас хочу сделать эксперимент. Сколько времени понадобится, чтобы поднять сотку долларов? У меня 79 долларов. Поэтому сейчас я ставлю 20 долларов на Х2. Захожу в джекпот, ставлю это в джекпот. И ставлю 20 долларов на коэффициент 1,5. А выпало. У нас уже получается 80 долларов. И еще у нас играет ставка. Если мы и здесь забираем, то у нас будет все очень хорошо. Очень хорошо. Так, нашей картинки здесь нет. Но вот мы появляемся. И да, мы выигрываем, получается. Мы выигрываем. Очень хорошую сумму, кстати. Мы выиграли нож. Да, подожди, мы выиграли нож. 15% у меня было на победу. Я в жизни не выиграл на таком коэффициенте. Смотрите, у меня никогда не было такого коэффициента. Из 80 долларов мы сделали уже 200. Чего за вред? Я думаю, что есть смысл что-либо забрать. Поэтому я выберу вот эту М-ку. Prince3. И сейчас ее заберу. Ссылочка на кайсфол есть в описании. Ну а мы идем дальше обозревать это обновление. Следующая карта это Кавалера. Она новая. Я про нее ни разу не слышал. Могу сказать так. Текстуры очень приятные. Очень красиво все выглядит. Я посмотрел пару скриншотов. Она должна меня сейчас впечатлить. Она находится в режиме Widman. И респект Valve за то, что они им занимаются. Тут есть такой вот проход. Выглядит все очень симпатично. Понятное дело, оно скорее всего останется в Widman'е. И пропадет. Никто не вспомнит про эту карту. Но в целом хоть какое-то разнообразие. Кроме тех привычных карт, которые у нас были. Вон, смотрите, можно по ящикам добраться. Да, вау. Да. Вот. Вот прикол снимать с кем-то. Просто вот так можешь запрыгнуть. Вот КЗ играйте и будете прыгать. Очень хорошая карта. Мне нравится здесь ходить. Блин, это же гениально. Делать карты, где нужно уметь прыгать. Все. Ты не умеешь прыгать, чувак, иди отсюда. Ты не успеешь занять позицию. Вот были бы еще позиции, где только с серфом нужно запрыгнуть. Это гениально. Нужно создавать такие карты. Нужно создавать такие карты. Если вы создадите такую карту для Собершока, мы заплатим. Правда. Мы готовы вознаграждать тех, кто делает классные работы. Если мы, конечно, ее добавим. Ой, какая красота. Как все проработано. Господи, как же все хорошо. Все, я больше не буду вам показывать. Можете сами посмотреть, чтобы было бы интереснее. Следующая карта. Так, выглядит, опять же, симпатично. Вот меня бесит, на самом деле, вот такая вот текстура. Agency меня очень сильно бесило всегда. Машины. Слушай, мне нравится. Я не знаю. Я люблю все новое и все качественное. Она выглядит качественно. Ладно, идем дальше. Так. Что тут можно сказать? Я сейчас бегаю по карте. Но она выглядит какой-то пустой, во-первых. Скучной. И она выглядит, на самом деле, будто из мастерской. Слушайте, мне эта карта не нравится. Она слишком скучная. И фпс у меня здесь очень мало. 300 фпс. Это что, это бред какой-то? Не, я даже смотреть больше не хочу. Да и фон просто в полном говне. Но фон очень неприятный. По карте гринд я даю отказ. Мне она не нравится. Вот был бы я в радие ЦМКС ГО, я бы это не ставил. Ну все, последняя карта. Это Демача. По названию Valve дают понять, что нам дают хавать. За 1 доллар статистику продавать. Можно и карту Мочу воспользоваться. Они, вы понимаете, они добавили статистику за 1 доллар и уже зарабатывают. Но хотят еще больше заработать. Мне кажется, у них это обновление, для нас это обновление, типа записать ролик, интеграцию ставить. Для них это обновление заработать. Ну, короче, у всех одни и те же цели. Вот так вот и работает симбиоз в КСГО. А пока что, я могу сказать вам так, она не похожа на Мочу. Мне пока она нравится. Симпатично. Очень красивый скайбокс. Очень красивые горы. Очень красивая вода. Очень красивая яхта. Насчет этой карты я посмотрел. Я даю добро по ней. Надеюсь, что она будет известна. Понятное дело, шанс того, что это будет очень маленький. Но буду в это верить. Гринд мне не зашел. Карта Моча оказалась не Мочой. Идем дальше. Вы видите эту курицу? Это не курица. Это петух. И это обновление КСГО. Они решили здесь один мотак. Что у нас тут еще есть? Курица должна быть еще одна. Она будет темненькой. О, золотистая курица. Петух. Ну, вальф молодцы. Работают над игрой. А вот и, понятное дело, темненькая курица. Точнее, петух. Сейчас я вам покажу на скриншоте всех куриц. Можете понять, что вас ожидает на картах с курицами. Вы, наверное, задумайтесь. Операцию убрали, но если у меня остались звезды, которые я не потратил, что мне с ними делать? Вальф ответили. До 15 мая вы сможете их потратить. Только вопрос в студию, как их потратить? Они убрали эту страничку, где это можно тратить. Наверное, сегодня или завтра выйдет обновление, где они это вернут. Потому что, ну, как потратить звездочки до 15 мая, если некуда? Apollo, NJ, Anubis, Elysian и Guard больше их нет в CSGO. Ну что ж, ну а сейчас пришло время открытию кейсов. Давайте попробуем. Я открою всего 5 кейсов за сегодня. Понятное дело, мы уже один открыли. И сейчас будем открывать остальные. У меня есть ощущение, что что-то упадет почему-то. Ну, что-то за 15 долларов должно упасть. Не знаю, у меня такое ощущение. Я верю, я наивный. Я верю в CSGO, я верю в Valve. Я верю в подкрутку. Да вы бесите. Хорошо, хорошо. Ну ладно, сейчас нож. Перчатки сейчас упадут. Желтые, смотри, раз, два, три. Не, я не верю, что сейчас ничего не упадет. Честно, у меня есть чуйка какая-то иногда. Я верю, что сейчас что-то упадет. Я верю в Гейба. Он мне такой жадный. Не верю. Я в это не верю. Ну, хоть что-то, ладно. Фиолетовое дерьмо. Так, CyberShell. Ну и последний кейс, который мы сейчас откроем. И, внимание, он нам выдаст Mac 10. Который похож на геймпад. Ну, я думаю, что он должен стоить около 6 долларов. Моя ставка. 30,48. Что с вами не так? Давайте фиксировать, что вообще получилось в итоге насчет всего обновления. Они постарались. На самом деле, судя по тому, как мы работаем на CyberShell, я понимаю, что такое постараться, а что такое нет. Они хотели сделать что-то масштабное. Единственная статистика, это кринж. Вот и правда, это кринж, то, что они сделали подписку. Насчет Rayna это смело. Пусть пробуют. Но против них пойдут сейчас все проигроки. Новый кейс. Понятно, как же еще заработать. Скины более-менее. Карты они большое количество убрали. Добавили новые. Тут все очень хорошо. Премьер матчмейкинг теперь для всех. Ретеки остались. Курицы нормально. Нюк доработали. Операцию закончили. В целом, в стиле все неплохо. Но статистика, честно, такой кринж. Ладно, будем ждать новых билдов от CSGO. Следите за каналом. Не забудьте подписаться на него. И следить за публикацией АМИ. Спасибо большое всем. 12 тысяч лайков. И я публикую открытие 50 кейсов этих новых. И я не буду вам говорить, сколько это стоит. Это очень дорого. Ну что ж, всем приятных тестов этого обновления. Сережа с Абишоком еще работают. Мы живы. Поэтому можете играть. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.